Известно о том, что сегодня Путин приехал в Беларусь, взял с собой и министра Лаврова, и нового министра обороны Белоуцева, а также беглеца президента Януковича. Как вы считаете, и вот уже снова в информационном поле, в экспертном сообществе обсуждается, а с какой же целью, да, вы, собственно, они там все собрались. И одно из мнений это то, что возможно открытие нового белорусско-российского фронта. Как вы считаете, насколько вероятна такая возможность, и можно ли это считать, ну, что Путин поднимает таким образом, ну, собственно, ставки и делает ультиматум Западу, и сполосит Соединенным Штатам Америки, чтобы они не давали Украине разрешение на использование их оружия по территории Российской Федерации? Вот то, что вы сейчас озвучили, я бы сюда добавил бы еще то, что сегодня агентство Reuters взяло из четырех неназванных источников, там стало и так эксклюзив, так преподносит, как будто есть достоверная информация, что как будто президент России согласен на переговоры в обход президента Зеленского с Западом напрямую, или с Киевом, кто в Киеве готов на предмет того, что именно линия фронта там, где вот сейчас есть, вот именно вести эти переговоры. То есть реакция на Западе, слава Богу, была очень холодная, очень спокойная в этом плане, но было бы еще лучше, если вообще этой реакции не было. Точно так же вот то, что касается данного визита в ту же Белоруссию, потому что всегда с первого дня этой войны, и я тоже отмечал так же, как многие эксперты, есть информационная составляющая. Информационная война, она не менее важная, не менее важная, а иногда бывает она очень важная, и она может деморализовать общество таким образом, что солдаты на поле боя бросают оружие и не воюют. То есть у них пораженческие настроения, и у них, так сказать, мотивация исчезает. А это очень важная вещь, поэтому на протяжении этой войны мы каждый божий день видим уровень взлета-впадения этой информационной составляющей. Слава Богу, и вы тоже этим занимаетесь, естественно, вы работаете на российскую аудиторию, поэтому русскоязычным пространством надо много работать, но не забывайте, что они таким образом очень сильно работают и на западные пространства, потому что в первую очередь они хотят деморализовать и западные общества в том числе, и в Соединенных Штатах Америки через призму президентской кампании, и в европейских странах через призму нынешних выборов Европарламента, и много другого, что там местные выборы какие-то проходят для того, чтобы ослабить уровень поддержки Украины. То есть именно такого типа. Это очень важная составляющая, чтобы показать, что вот они устали, вот они устали, они больше не будут поддерживать. Там вот мы делаем все, вот прошло два года, вот видите, мы стоим, мы, да, может быть, не завоевали Киев, не завоевали все, что хотим, но мы то, что вот эти, держим 20% и будем их держать, и вам придется с этим считаться. То есть это вот тот нарратив, который Россия регулярно на протяжении этой войны каждый божий день проталкивает в информационную боль. Поэтому здесь очень важно правильно к этому относиться. Во-первых, это нельзя озвучивать. Во-первых, нельзя озвучить. Это можно озвучить 25-й какой-то новостью, по порядку, да. А если это идет, например, в американских средствах информации, Ройтер, Блумберг, Нью-Йорк Тайнс, Вашингтонпост, прям с этого и начинают. Голос Америки, вот это особенно русскоязычное. Такое впечатление, что русскоязычная студия Голоса Америки, вот подчеркиваю, публично, такое впечатление, что она работает как будто бы, это первый канал российского центрального телевидения. Целый день именно пророссийские нарративы проталкивают. Или пророссийские нарративы, или пораженческие нарративы здесь внутри Соединенных Штатов Америки той или иной партии. Вначале они очень сильно делали это республиканской партией, сейчас они делают демократической партией. Но опять же через призму президентской здесь этой кампании. Я это вижу, да, и противно, противно просто. Ну ладно, хорошо мы россиян понимаем, да, то есть Россия воюет, у нее своя, так сказать, повестка дня. Но почему делает это Запад, особенно здесь в Соединенных Штатах Америки или в ключевых странах Европы, те средства массовой информации в тех странах, которые сегодня как будто бы поддерживают Украину, как будто меняются. Просто мы понимаем, что насколько там завязаны вот эти все российские возможности коррупционные за эти 20 с лишним лет, да. Там же огромное количество денег. И просто эти деньги по сегодняшний день капает в бюджет России. Очень много же не отменено, включая тот же Росатом, да, он не подводит его под санкции. Только вот сейчас и то с августа месяца Америка этот миллиард перестанет покупать, да, этот уран. Ну Америка, ладно, а другие страны, что перестанут, та же Франция, у нее там 80% всего урана они получают для своих вот этих ядерных, этих самых, у них там десятки этих ядерных этих самых, да, реакторов, которые они получают уран с той же Россией. Поэтому это надо понимать, как работает этот механизм, поэтому это информационная составляющая. И вот то, что вы сейчас озвучили, и я добавил со своей стороны, это все информационный, так сказать, вброс огромный. А на самом деле ничего такого нет, никакого фронта со стороны Беларуси не будет. Потому что если этого его не было в самом начале этой войны, и у них это не получилось, то сегодня у них это не получится. У них не получится это на Харьковском направлении точно так же, но это идет информационная составляющая. Вы там стабилизировали, вы стабильно держите весь этот двухтысячный фронт. Локальные там бои идут чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, они не играют никакого стратегического назначения. Идет накопление оружия. Более того, тот уровень поставок, который вам дает, вот ваш президент правильно отметил, 25% всего вы получаете. Если добавить еще чуть-чуть, и тогда все трещать начнет по швам. Вот от этой статики ничего не останется. А мы понимаем, что сегодня и вот эти Атакамс, они летают уже, однозначно они летают. И то, что вот эти разговоры спекулятивные идут о том, что разрешают, не разрешают. Помещено эту тему говорить. Что значит, у вас что, война идет сегодня на территории России? Вы сначала, вам же говорят, бомбите Крым, вам же говорят, бомбите Донбасс. То, что сегодня по-американским, по-западным, так сказать, канонам, это территория Украины. То есть они имеют в виду территорию России. То есть та юридически признанная территория России. Но в любом случае, принципиально, да, я понимаю, то, что прифронтовое, Белгород, Курск, это все оттуда, что бомбят ваши города, это все. Конечно, это требует того, чтобы вы должны проводить превентивные меры. Но более важные, с моей точки зрения, то же самое объекты, или не менее важные, не менее тот же Крым. Тот же Крым и все то, что оттуда идет Крым, Черное море, и это вся логистика, которая там существует. Потому что Крым это, так сказать, игла Кащеева там находится. Игла Кащеева там находится. И в первую очередь в этом Крымском мосту. Все это понимают. И по нему никакого запрета нет, и не было, и не будет. И плюс эти МПНЗ, которые вы бомбите, точно так же никакого запрета этого нет. А тем более сейчас в Америке, посмотрите, на каком уровне идут дебаты. И все вовлечены в эти дебаты. И вот то, что в течение 45 дней с законом США, вот этим последним, который принят вашу поддержку, они должны, госсекретарь и министр обороны США, они должны представить программу победы, как они видят, план победы этой Украины. И там и атакам в законе это прописано. Раз в законе он прописан, значит, он должен действовать на территорию Украины. А раз он должен действовать, значит, он должен давать какие-то результаты. Плюс F-16 уже все понимают, что уже вот-вот, да вот-вот это все. Поэтому, когда это понимаешь, я и понимаю, что Россия поэтому усиливает эту информационную составляющую. Но никаких переговоров на эту тему не может быть. До конца года 100%. До конца года вообще эту тему забудьте. Не будет ни в ту сторону, ни в эту сторону. Кто будет вести переговоры? Президент Украины с президентом России? Это априори невозможно. За спиной президента Украины никто этим заниматься не может. И плюс никто не хочет этой эскалации. Ну, я имею в виду здесь в Соединенных Штатах Америки. А это прямая дорога к эскалации. Это взорвать украинское общество изнутри. Даже 90% украинского общества этого не приемли. Этого не приемли. Особенно после этих двух лет этой войны и того кошмара, через что прошло украинское общество. Их пень, буча, гостоми. Вот это все. Вы что, согласитесь на это? Если президент Зеленский только заикнется на эту тему, от него ничего не останется. Тем более он сам этот указ подписал. Ни президент Зеленский на это не пойдет. Ни генерал Залужный, который посол сегодня в Лондоне. И ни сырский, и никакой генерал на это не пойдет. Это мы видим. То есть общественно нет. И эти иностранцы, которые к вам приезжают, уезжают. И посол США, Бриджит Брингтам, и другие послы, которые там работают. Они знают уровень отношения украинского общества к возможным переговорам и к возможным сдачам каких-то территорий. Однозначно нет. Украинское общество конкретно сегодня требует оружия. Оружия и оружия. Больше ничего. И как будто в этом движении, движение есть, да. Вы видите, и США худо-бедно, но движется в этом направлении. Европа вообще на полных парах стала двигаться. То есть мы видим, да, как это идет. И у них не получается, у россиян, чтобы тормознуть как-то этот процесс. И поэтому, естественно, делаются такие вот. Вот Янукович полетел в самолет Януковича. Это же информация оттуда вся пошла. Из России, как. Ну, Янукович, кто такой Янукович? Ну, Янукович сегодня можно. И не Янукович, не Медведчук. Они что-то решают, да. Это как Бабрак Кармаль в Афганистане. На танке приехал, сел туда. Ну, и что стало с этим Бабраком Кармалем? А, или тот же Наджибулла, который приехал. Представьте себе, Бабрак Кармаль – это Янукович, а Наджибулла – этот Медведчук. Наджибулу повесили, когда эти Талибан пришел, захватил этот Кабул. Ну, поэтому вы должны понимать, одно дело, Янукович и Медведчук до 2014 года, то есть в украинском обществе. Другое дело, после того, что сегодня творится у вас на земле. Такое возможно? Такое невозможно. Я даже не представляю, что если завтра выборы в парламент будут, там какой-нибудь пророссийской партии или какой-то пророссийский депутат, один мандат какой-то получит. Это ПСЖ, МСЖ, вот это, который там существует у вас. Мы должны понимать это. Раз это есть, значит, это все остальное спекуляции. Да, это в первую очередь немножко деморализовать вас, ну и в первую очередь надавить на Европу и США, и в целом на Запад. В преддверии, вот так сказать, вот этого саммита «семерки», сейчас саммит «семерки» готовится, потому что саммит «семерки» уже вроде бы приняли решение по поводу этих российских активов. И не просто там то, что 3 миллиарда в год. Разговор идет о том, что там выделят 50 миллиардов заем, то есть под эти замороженные деньги вам выделят заем. То есть США это будет делать или какие-то другие институты европейские. Но в любом случае на эту тему уже разговор идет на очень серьезном уровне. И министр финансов вот эта Джанет, она с открытым текстом, то есть она является лидером этой тематики, она проталкивает это. Раз это уже в информационном поле сегодня вброшено, а скоро встретятся и главы государств, тогда, естественно, мы понимаем, что... То есть и в этом плане России ничего не удается. И поэтому, посмотрите, указ президента России на эту тему ответный. Якобы они будут арестовывать все то, что там американское или там западное. Ну, они сами стреляют себе в ноги. То есть в плане того, что если до этого многие еще не ушли с российского рынка, ну, теперь однозначно те, которые остались, значит, они поддерживают эту агрессию. А если они поддерживают агрессию, вы что, их будете арестовывать? А там других больше не осталось? А если вы будете их арестовывать в том числе, тогда это сигнал для всех остальных. Вот Китай, например, уже отказался финансировать вот этот Сибирь-2. То есть это там сила Сибири, да, которая... То есть это России нужны инвестиции и плюс инвестиции в юанях. И поэтому это все. А китайцам самим нужны инвестиции, инвестиции в долларах и в евро. И это все, так сказать, взаимосвязанные процессы. Поэтому, когда ты это все понимаешь, ты понимаешь, что это информационные вбросы. С каждым днем они будут все чаще и чаще. Просто вы их не допускаете в свое информационное поле. Так как, например, это делают на Западе. Я Запад их могу понять. Они войну не ведут. Вот эту войну на земле, которую ведете вы. Поэтому вот вы начали с этого, да. Я бы с этого вопроса это не начинал. Может быть, я вас понимаю, вы хотели, чтобы я это расшифровал для украинцев. Ну вот я это расшифровал. Просто вы понимаете, что каждый день вы будете слышать эти разговоры. Но никаких переговоров и никакой слива Украины на Западе, в США и в Европе до конца этого года вообще близко не допускаете. Пока эти выборы не произойдут. А когда выборы эти произойдут, вот тогда мы и вернемся к этому разговору. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...